Значит, хорошо, что делать, но понимаешь как, у нас есть, кстати, один завод, это тоже сказал Давиденко, который производит эти аппараты, возможно, его нужно было давно уже встретиться там президенту с директором этого завода или с хозяином этого завода и попросить дать, я не знаю, денег и попросить, чтобы они как можно больше сейчас работали. Надо давать денег, ничего давать не надо. Есть государственные банки, 60% рынка Госбанки, у банков ликвидности 145 миллиардов гривен свободные, которые не идут в кредитование. Ресурсы колоссальный объем, на сегодня находятся в руках государства и Министерства финансов. Для этого должны во главе СНБО находиться люди, которые могут мыслить, думать. Они вот что сделали на сейчас? Они на сейчас сообщили о том, что закроют, может быть, рейсы с Италией, может быть, остановят пассажиропоток через определенные пункты пропуска. И то это происходит в связи не с тем, что мы так решили или мы стратегически готовы к борьбе с этой историей, а потому что в тех странах, с которыми мы граничим, эти решения уже приняты. Ну, если Словакия закрыла свои границы, то как Украина может их не закрыть? Логично. Она тоже вынуждена их закрывать, перекрывать эти пункты пропуска, потому что оттуда машины не идут, туда не запускают. История с автобусом из Италии, который сейчас стоит на границе уже почти сутки, через Словакию не может проехать. Это показательная вещь. Потому что мы вообще, они не понимают, чем они занимаются. Они занимаются дележом постов до сих пор. Они занимаются дележом каких-то договорников, обсуждают, кто будет мэром Киева, пропихивают Тищенко на начальника их столичного штаба. Вот чем они заняты. То есть вот их мелкие. Я объясню просто, почему это происходит. Потому что если человек, или некоторые человеки, или много человеков, занимались всю жизнь, например, ларьками, то навряд ли можно резко отстрелить в космос и начать мыслить глобальнее, чем Голосеевский ларьковый бизнес. И это вот является системной украинской проблемой. У нас есть ощущение, что у нас все ими занимались. У нас страна ларечников. И власть теперь получилась тоже ларечников. И эта власть ларечников не способна принимать стратегические решения, к сожалению, направленные на борьбу с коронавирусом, преодоление финансового кризиса. Но параллельно посмотрите, что происходит. Вот мы находимся на пороге глобального финансового кризиса. Вот весь мир уже находится. Все уже падают. Индексы падают. У нас просто падать нечему, кроме курса доллара. Ну, у нас нет фунда вар... Ну, падать нечему, кроме курса доллара. Но сейчас упадет и курс. И вот у нас есть 3 миллиарда живых резервов. Не-не, они не упадут как раз. У нас есть 3 миллиарда долларов живых резервов, которые, в принципе, могли бы быть использованы на закупке валют. Медоборудование, неодостающих лекарств, тест-систем. А они используются на то, чтобы финансовые спекулянты, которые все время зашли в облигации правительства по 28, смогли выйти по 25, зафиксировать прибыль курсовую, 3 гривни на долларе плюс проценты по облигациям. Мы тратим резервы не на спасение государства, не на создание подушки, уже такой чрезвычайной важности. А на то, чтобы финансовые спекулянты, которые договорились со Смольем, Рожковой и Маркаровой, экс-министром финансов, занесли МЛОВ, зашли, получили по 30% доходности, колоссальная доходность, учитывая то, что учетная ставка в Европе почти 0%. В Германии приносишь депозит, платишь полпроцента своих денег на то, что находится в банке. А тут 30% платят тебе. И еще и гарантируют, что вернут. И еще стоят и выпускают за нашим счетом этих спекулянтов. Хотя могли бы, опять же, направить на чрезвычайные нужды. Всем плевать. Никто вообще этого не видит, не понимает. Говорят, да нет, это неправильно, это ерунда все. Правильная политика, независимость национального. Каких решений вы хотите? Есть абсолютное непонимание процесса в экономике. Продолжение следует...